Без сомнения, в кулуарах Венского форума обсуждают высказывания Владимира Путина на заседании дискуссионного клуба «Валдай». В последние сутки это политическая тема номер один. В западной прессе десятки комментариев. Одних слова российского президента задели, другие уже понимают. Ближневосточный вопрос без диалога не решить. Павел Пчелкин продолжит. Пресса вовсю цитирует Владимира Путина, принявшего участие в заседании дискуссионного «Валдайского клуба». Многие обратили внимание на его саркастические слова об умеренной, по версии Запада, оппозиции в Сирии. И что не стоит ее спонсировать и вооружать. С чем мы имеем дело? По сути, с врагом цивилизации, человечества и мировой культуры, которая несет идеологию ненависти и варварства, попирает мораль ценности мировых религий, в том числе и ислама, компрометируя его. И не нужно играть в слова, делить террористов на умеренных и неумеренных. Хотелось бы понять, в чем разница. Наверное, по мнению некоторых специалистов, в том, что умеренные бандиты, что называется, в умеренном количестве или как-то нежным способом обезглавливают людей. По сути, мы видим сейчас настоящий клубок террористических группировок. А британская Guardian так и написала. Владимир Путин обвиняет США в том, что они прикрывают терроризм на Ближнем Востоке. Обозревателю американской Huffington Post аргументы Москвы показались убедительными. Борьба с растущим влиянием исламистов в Сирии безнадежна, без сохранения сирийского государства. И если государство не может выжить без Асада, значит, сохранение его режима становится контртеррористической необходимостью. И те, кто противится этому, де-факто становятся сторонниками террористов. Гарвардский профессор Тимоти Колтон, участник вчерашней дискуссии с президентом России, уверен, что Вашингтон запутался в своих ближневосточных комбинациях. Американская политика сегодня парализована сложностью ситуации. На протяжении нескольких десятилетий США то и дело вмешиваются во внутренние конфликты других государств и постепенно втягиваются в бесконечные войны, в которых мы на деле никогда не побеждаем. Эта война Америки не коснулась, а вот их союзники, европейцы, уже страдают. Американскому истеблишменту, похоже, очень трудно оправиться от шока. Многим кажется, что после вмешательства России в Сирию, взлелейная Вашингтоном идея глобального лидерства, трещит по швам. Дело в попытке разрушить стратегический баланс, изменить соотношение сил в свою пользу таким образом, чтобы не просто доминировать, а иметь возможность диктовать свою волю. Сдерживающий фактор ядерного оружия стал девальвироваться. У некоторых, возможно, даже возникла иллюзия, что в мировом конфликте вновь достижима реальная победа одной из сторон. Без необратимых, неприемлемых, как говорят специалисты, последствий для победителя. Если победитель вообще будет. Иногда случаются настоящие истерики. Вот запись эфира канала Fox News. Знаете что, эти люди, о которых Вы упомянули, Путин и Си Цзиньпинь, они изучили Обаму и видят в нем обычную тряпку в овальном кабинете, по которой они могут просто пройтись. И считать, что в следующие 16 месяцев будут какие-то изменения в политике овального офиса относительно Сирии, что можно сделать, чтобы остановить Путина? Единственное, что сделал Обама, так это попросил. Пожалуйста, ну очень прошу, отступи. И это не работает. Тот же самый опрос Fox News показал, что лишь 19% американцев согласны с мнением президента Обамы о том, что Россия слабая и находится в отчаянии. Однако 52% американцев считают, что сам Обама слаб и нерешителен. Что Вы об этом думаете? Это говорит нам о том, что эти фантазии и роскозни Белого дома и большей части ведущих СМИ не могут обмануть американский народ. Нам надрали одно место. Между тем, аналитики все чаще призывают США отказаться от одержимости идеи мирового лидерства. Всем нужно принять складывающиеся реалии и достичь компромисса ради достижения мира. Российская военная операция во многом изменила соотношение сил в стране и во всем регионе. И, как мне кажется, в течение ближайших четырех месяцев ситуация во многих отношениях переменится. Не только в военном плане, но и в политическом. В первую очередь это будет касаться отношения к президенту Башару Асаду, которого США, Турция, Саудовская Аравия и Катар до сих пор считают своим врагом. Эксперты очень серьезно отнеслись к подробностям переговоров с Башаром Асадом в Москве, о которых рассказал президент. Я его спросил, как вы отнесетесь к тому, если мы найдем сейчас в Сирии даже вооруженную оппозицию, но готовую противостоять и реально воевать с террористами, с ИГИЛ. Как вы отнесетесь к тому, если мы поддерживаем их усилия в борьбе с терроризмами, так же, как поддерживаем сирийскую армию? Он ответил, отношусь к этому положительно. Мы сейчас думаем над этим и пробуем, если получится, перевести вот эти договоренности в практическую плоскость. Мне крайне не симпатичен режим Асада в Сирии, но в политике приходится выбирать наименьшее из зол. ИГИЛ представляет более серьезную угрозу как для этого конкретного региона, так и для всего мира. Для любого приемлемого решения по Сирии необходимо сотрудничество между Россией, Европой и Америкой. В данном случае придется пойти на компромисс в отношении как режима Асада, так и его оппонентов-суннитов. Сегодня глобальной гегемонии быть не может. Я думаю, в американской политике присутствовала идея превосходства, но, на мой взгляд, это время уже прошло. Мне кажется, России нужно перестать все время подозревать Америку. А Соединенным Штатам надо вспомнить, что Россия нужна нам в качестве партнера, а не противника. Тогда будет гораздо проще решать проблемы. Совсем недавно Нью-Йорк Таймс писала, что с точки зрения информации Россия живет в параллельной вселенной. Но сегодня все говорит о том, что очень многие на Западе начинают понимать, что именно западная политика двойных стандартов все чаще разбивается о жестокую реальность. Развитие ситуации вокруг Сирии прекрасный тому пример. Павел Пчелкин, Ольга Меркулова, Первый канал.